Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Виктория, я врач от ларинголог. Сегодня мы с вами поговорим о распространении проблем, которые встречаются. Это мой первый опыт, когда я нахожусь на междисциплинарной конференции. Если будут возникать параллельные вопросы, задавайте, конечно же. Хочу рассказать в первую очередь о том, с чем мы сталкиваемся. Чаще всего к нам направляют специалисты с такими типичными проявлениями, либо подозрениями на хронический тентилит, нейросенсорную тугоухость и носовое кровотечение. Детально мы с вами поговорим про носовое кровотечение, которое встречается, к сожалению, не всегда в плановой истории, а чаще всего это неотложно, либо ловит лор врача где-то в коридоре за ручку, говоря о том, что случилось. Соответственно, насколько развито у нас и часто встречается носовое кровотечение, носовое кровотечение встречается у 60% населения, и только из 60% 10% требуется действительно оказание медицинской помощи. Соответственно, все остальные 10, точнее 50% требуют консервативного лечения и обращения планового к лор врачу. Соответственно, у кого бывает носовое кровотечение? Чаще всего это характеристика переднего носового кровотечения, возраст от 45 до 65 лет, чаще всего это мужчины. Что может усиливать как раз-таки носовое кровотечение? Это, естественно, наша тема сегодняшняя, бесконтрольный прием лекарственных препаратов, на который я должна вынуждена остановиться, потому что любой лор врач вам расскажет о том, что пациенты недооценивают, когда ты собираешь анамнез. Первое, что ты спрашиваешь, всегда имеются ли хронические заболевания, на что некоторые пациенты агрессивно настроенные могут вам сказать, а вам какая разница? На что ты продолжаешь, естественно, дополнительные вопросы из различных видов задавать, например, что-то вы понимаете на постоянных основе. Бывает, что это действительно не антиагреганты, а, например, препараты, и чаще всего это БАДы какие-нибудь, тоже часто встречаются. Следующий элемент, который тоже предрасполагает к носовому кровотечению, это инфекции верхних дыхательных путей. Почему они именно здесь находятся? Потому что пациенты при инфекциях верхних дыхательных путей чаще всего не обращаются, такой у нас менталитет, не обращаться к лор-врачам, потому что бытует мнение, что, ну, в принципе, любой ОРВИ пройдет за 5 дней, если его не лечить. И в связи с этим они начинают злоупотреблять интерназальными формами, естественно, деконгистантами, и вследствие мы уже получаем носовое кровотечение. Часто предрасполагающий фактор – аллергический ренит. Кстати, на данный момент уже начинает свисти береза. Поприветствую всех аллергиков. И, естественно, за 2 недели аномально надо было уже начать, конечно же, прием интерназальных глюкокортикостероидных, про которые я тоже скажу. И бич, наверное, мегаполисов – это отопительный сезон. Как только начинают включать батареи, центральное отопление, пациенты у лора не останавливаются. И, естественно, всех начинает пугать обильные частые носовые кровотечения, со слов пациента, естественно. Хотелось бы остановиться на том, что чаще всего встречаются на приеме – это переднее носовое кровотечение. Чаще всего оно, естественно, находится, насколько вы знаете, в зоне кисельбаха. Зона кисельбаха у нас с вами состоит из верхней губной артерии, нёбной веточки, передней решетчатой и задней частично решетчатой артерии, и клиновидной нёбной. Соответственно, чаще всего из зоны кисельбаха мы наблюдаем с вами кровотечение. И заднее кровотечение, которое визуализируется достаточно сложно, источник кровотечения увидеть не всегда возможно, это исключительно только 10%. Чаще всего госпитализация неотложная в отоларингологический центр требуется как раз-таки у данных пациентов. Более детально про этиологию. Некоторые пациенты в связи с недавней историей пандемии коронавирусной инфекции очень часто используют обильный туалет полости носа. Соответственно, это не в то время, когда нам требуется, а на постоянной основе они промывают различными препаратами, часто бывает это гипертоническим раствором, что в течение времени тоже приводит к сухости слизистой оболочки, и как следствие, естественно, носового кровотечения. Хроническая искреация – это пациенты, которые любят шалить своими пальчиками и ручками на фоне, например, тревожных расстройств. Очень часто бывает, естественно. В принципе, в моей практике был пациент, который говорит, я так успокаиваюсь. Вот у него течет по руке, он так успокаивается. Также бывают травмы носа, бытовые и трогенные. Если более детально остановиться, бытовые – это чаще всего либо какое-то ДТП, либо те же самые самокаты, которые сейчас вышли на улицы Москвы. Естественно, будьте аккуратны. И ядрогенные, что я подразумеваю под ядрогенными. Это может быть и операционная деятельность, а также это может быть типичный, например, в реанимационных условиях – это назагастральный зонд. Когда устанавливается назагастральный зонд, очень часто бывает не то, что не учитывают, есть ли искровление пригородки носа или нет. Очень часто на самом деле бывает так, что назагастральный зонд диаметр большой и устанавливается прям четко по нижней носовой раковине, а ранение нижней носовой раковины – это обильное кровотечение в больших случаях. Соответственно, если это пациент в реанимации, установить вовремя, есть кровотечение или нет, реаниматологам, у которых нагруженная работа, не всегда удается. Поэтому ларингологи стоят на страже. Следующий элемент – это низкая влажность воздуха. Это про то, что мы с вами рассказали про отопительное. А какая же она должна быть? В большинстве случаев должна быть она 40-60% влаги в помещении, что тоже не всегда достигается. Я думаю, что вы тоже знаете частые истории, когда у нас, да, есть дома увлажнитель воздуха, да, у нас есть дети, но мы им не пользуемся, его же надо мыть, с ним же надо как-то обращаться. Не всегда понятно пациентам, как именно. Инородное тело, ну, я думаю, каждый человек встречался. Чаще всего это, естественно, детишки. Тут у нас дополнительная с вами симптоматика. Это гнойно-отделяемое, длительность течения инородного тела, как давно оно. В связи с этим тоже есть определенные элементы. И теперь мы дошли до перфорации пригородки носа. Это чаще всего также бывает, как самостоятельное заболевание спонтанное, так и вследствие, например, хронической искориации, воспаления слизистой оболочки и грозит, естественно, уже носовым кровотечением обильным. А также интерназальное употребление наркотиков. Увеличивает риск рецидива кровотечения приема антикоагулянтов. Но всего лишь 25% носовых кровотечений действительно приходится на эту часть. И только полтора на тысячу пациентов требуется отмена препаратов, что мы с вами тоже проговорим. Следующий – это важный вопрос, который нужно тоже обратить внимание на болезнь Рендио Ослера, болезнь фон Биллибранда, гемофилия. Но тут есть особенности анамнеза. Чаще всего это в детском возрасте, труднокупируемые. И, как правило, в анамнезе при приеме пациента указывается о том, что это не первое носовое кровотечение, а множественное. Также у нас есть особенность – это аневризмы внутренней сонной артерии, труднокупируемые, обильмые. Также воскулиты малых сосудов. Ну и, естественно, почему нужен осмотр лора врача. Было бы все так просто, если бы не но. Но образование полости носа и носоглотки, которые, в принципе, могут только давать симптомы. Например, часто встречающая у молодых мальчиков юношеская ангиофиброма. Она тоже будет характеризоваться как раз-таки носовыми кровотечениями периодическими, но дополнительных симптомов у пациента не будет. Соответственно, без обращения к лору-врачу диагностировать данный элемент сложно. Плоскоклеточная карцинома, аденоидная кистозная карцинома, меланома, инвертированная папиллома, которая тоже очень сильно кровит. Итак, проинтерназальные глюкокортикостероиды или декангистанты. Декангистанты показаны назначать не более 3-5 дней по международным рекомендациям. Сосудосуживающие капли. Спасибо. Это сосудосуживающие капли, да, те, которые вы знаете, африн, ксилотометазолин, тизин, атрибин. Все, что есть в аптеках, легко доступное, всегда идет вход. И я думаю, что у этих людей с кучей тюбиков вы тоже знаете. Еще надо сказать, что при системном приеме, при длительном приеме они еще оказывают и системный эффект, и резистентные стойки артериальной гипертензии, не поддающиеся никакой терапии, вот как раз на сосудосуживающих каплях могут быть. Да, про побочные действия этих препаратов, которые казались бы простые, можно разговаривать долго, но основная проблема, например, в рамках носового вытечения, если говорить, то как раз-таки они сушивают слизистую довольно сильно. Соответственно, при приеме пациента, который не готов отказаться от сосудосуживающих каплей, ни методами консервативной терапии, ни хирургической, очень тяжело бывает бороться. Но тоже я вам расскажу некоторые лайфхаки. Интерназальные глюкокортикостероиды, это, например, Незонекс, Маметазон, Маматрина Адванс, Авамис и много различных форм дополнительных. В международной литературе встречаются также фабочные действия, часто встречаемые. Их мы назначаем долго, потому что действия интерназальных глюкокортикостероидов, как любых глюкокортикостероидов, накопительные, только от двух недель. Поэтому, если вы встречаете назначение 7 дней, Незонекс или Маметазон, это бессмысленная история. Нет смысла вообще назначать данные препараты, и пациенты очень часто жалуются, говорят, я вот 5 дней покапывал, а эффекта я не почувствовал, вообще какой-то препарат странный. Вот, надо правильно назначать, и при определенных условиях. Интерназальные глюкокортикостероиды, они назначаются от двух недель минимум месяц. Слышно? Минимум месяц, соответственно, и мы можем его непрерывно, пациенты очень часто боятся, естественно, системных проявлений, до 6 месяцев. Системных проявлений, общий биодоступ, системный кровоток менее 1%. А, например, у того же Авамиса менее 0,82% по исследованиям. Соответственно, каких-то ожидать побочных действий, кроме сухости слизистой ополочки и действительно на то, что нацелен препарат, нам не следует, и не следует опасаться. Соответственно, для того, чтобы длительный прием интерназальных глюкокортикостероидов при таких нозологиях, как хронический полипозный риносинусид, хронический риносинусид, гиперпластический, при определенных формах, также других синуситах или, например, при медикаментозном рините, мы с вами должны прикрываться дополнительной формы. Какая форма существует? Если бы в Российской Федерации были разрешены, есть вводные интерназальные глюкокортикостероиды, к сожалению, у нас таких нету. И, соответственно, можно использовать, например, Это на счастье. Только не пораньте, ради бога, пожалуйста. У нас здесь не то, чтобы много, чтобы кровотечение остановить. Я смогу. Итак, соответственно, частота использования, бывает кратность, назначают по-другому. Соответственно, форма, которая помогает нам предостеречь кровотечение, это, например, есть морская вода с дексапантенолом. Есть, например, различный олифрин, который нельзя назначать более 5-7 дней, потому что нарушится такая функция, как мукоцеллярный клиренс. Это для нас очень важно, как для отоларингологов. Соответственно, пойдем дальше. И употребление алкоголя увеличивает риск как раз-таки носового кровотечения. Ну и, как все мои коллеги, естественно, сделаю акцент на том, что общий соматический статус для нас имеет важное значение. И в большинстве случаев это декомпенсированные формы, сердечная недостаточность, недостаточность, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, и анемия. Соответственно, сама гипертоническая болезнь для нас не представляет какого-то страха, но в когортном исследовании, где с участием более 70 человек, эпистоксию на 10 человек составляло только у 32 людей. Соответственно, округлим 33. Соответственно, говорить о том, что существует четкая связь между гипертонической болезнью и носовыми кровотечениями не приходится. Однако, если у нас есть с вами дефект слизистой оболочки, и, естественно, на это накладывается гипертония, то кровотечение у нас может быть длительное и не такое быстро купируемое, как нам хотелось бы. Соответственно, когда мы оказываем помощь при лицевых кровотечениях, давление, мы также монетарируем активно. Какие же носовые кровотечения можно условно разделить? Вызванные местными нарушениями в полости носа, про что я сказала, кровотечение как проявление нарушения коагуляционных свойств крови и кровотечение обусловным сочетанием местных и общих факторов. На что обратить внимание лор-врач? Естественно, на своем приеме мы осматриваем и ухо, горло, и нос. Не когда так бывает, пациенты приходят и говорят, ну вот у меня ухо болит, но вы еще мне горло посмотрите, если можно. Можно. Соответственно, на что обратить внимание? Есть ли предрасполагающие факторы кровотечения, про которые мы с вами сказали впервые, или повторное кровотечение, или они множественные, пациент не обращался за помощью, как долго длится, купируется оно самостоятельно или не самостоятельно, или приводит к обращению в медицинскую помощь. Хронические заболевания, имеется ли коагулограмма исследования, потому что большинство людей с хроническими заболеваниями в принципе могут акцентировать на этом. И при осмотре мы должны с вами понять, четко ли визуализируется источник кровотечения или нет. Соответственно, начнем от простого к сложному. Я думаю, все знают правила остановки носового кровотечения, бытовое это успокоит пациента, положение сидя, обязательно голова вперед, для того, чтобы исключить асфиксии и аспирации как раз таки сгустком, прижатие крыла к носу, к перегородке, холодной переносе и затылочную область, сосудосуживающий препарат, вот тут спорный момент. Это, конечно, не относится к первой помощи, особенно в Российской Федерации. Помните о том, что препараты мы использовать не можем. Но если это дома, то сосудосуживающий препарат, ксиламетазолин, тот же А3ВИН, подходит идеально при оказании первой помощи. Пожалуйста, только не перекись водорода. Потому что вот так у нас будет... А почему, да? Ожог слизистой оболочки вызывается за счет дефекта. И, например, если у нас есть гипертоническая болезнь, то кровотечение вместо того, чтобы остановить, мы еще и усилим. Соответственно, пациент придет к нам, сказав, что я такой молодец, я остановил. Но будем долго бороться за восстановление слизистой оболочки. Соответственно, нормализация АД. И вопрос, важный, отмена антикоагулянтов или нет. Проговорим дальше. Что же делать, если у нас кровотечение на этом этапе не остановилось? Но большинство кровотечений, на самом деле, передних останавливается именно на этом этапе без обращения к медицинской помощи. И мы даже не узнаем о данном пациенте. Что же делать дальше? Если пациент все-таки к нам обратился, у него либо идет носовое кровотечение в данный момент, либо нет. Зависит от того, это ургентная помощь или плановая. Если это плановое, то пациент говорит о том, что у меня кровотечение каждое утро, каждые 3 часа, мы с вами осматриваем и придем к выводу на следующем слайде, что же делаем. Оставим подкатный момент. А если к нам обращается пациент в данный момент кровящий, соответственно, мы начнем с такой простой процедуры, как анимизация слизистой оболочки полости носа ватным тампоном с помощью определенного пинцета, который существует у лоров, штык-пинцет, если кто-то знает. Мы сворачиваем ваточку и устанавливаем непосредственно либо с адреналином незначительным, но опять же, нам тоже надо знать общесоматический анамнез. Ведение гемостатической губки это уже следующий этап. Это всегда лежит во всех отоларингологических укладках. Первая помощь при носовом кровотечении, поэтому гемостатическая губка у нас есть всегда. Но если же опять не останавливаться, а как понять, останавливаться или нет? Сколько нам времени нужно? 5 минут, 10, 20, 30? Ну, достаточно даже 5 минут на первых этапах. Нам обязательно нужно осматривать глотку. Главный симптом для нас также это стекание по задней стенке глотки как раз-таки вот этой, грубо говоря, ручейка кровяного. Также, если нам не помогло это, мы переходим к инфильтрации области кровотечения местным анестетикам с добавлением адреналина и осматриваем. Ну и вот, следующий этап. Если у нас, у пациента обращается планово, говорит о том, что вот там в течение недели либо 2-3 дней я кровлю, он может добавить как раз-таки, что я принимаю препараты, либо не принимает препараты, но в данном случае у нас есть два метода выбора. Первый химический, это, естественно, нитрат серебра, с помощью которого мы прицель, если мы видим, только исключительно, если мы видим источник кровотечения, можем как раз-таки в данном случае его купировать. Либо коагуляция термическая. Соответственно, у этого пациента тоже можно сказать, что мы, получается, специально устанавливаем травму, усиливаем, и кровотечение может возобновиться. Да, абсолютно верно, первичное заживление никуда не деть, это стандартная хирургия. Соответственно, этого пациента мы с вами отпускаем на дополнительных препаратах. Какие? Есть волшебная мазь левомиколь, допустим, которая подходит, есть метилурацилка, тоже нам подходит, самостоятельный пациент прямо на горошинке, на пальчики может установить в крыло носа, крыло носа приложить к перегородке носа и в дальнейшем три дня так использовать и на повторный прием к лор-врачу, потому что обязательно лор-врач укажет на тот момент, что произведена данная манипуляция, если будет кровотечение повторяться, то обратиться в экстренную службу либо вызов скорой помощи. Что еще обязательно? Извини, переставец опять же, перебью, термическую коагуляцию можно делать, даже если не видно источника кровотечения? Не, 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 я сказала, обязательно. То есть и термическое, и химическое, только если мы видим сосуд, так откуда кровотечения? Да, 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 да. Чаще всего это доперение, конечно, носового кровотечения исключительно. Мы же не можем устроить, грубо говоря, там какие-то неопределенные действия. Нам нужно действовать прицельно. И на следующем слайде я покажу, как это делает. А можно включить видео, пожалуйста? Процедура занимает ну 5 минут приема лор-врача при действительно хорошем сборе анамнеза. Да, соответственно, любой лор-врач, особенно в амбулаторном приеме, если у него есть возможность коагулировать данное кровотечение, должен понимать, что как только он тронет источник кровотечения, это непредсказуемо. Это может быть профузное кровотечение и возможно коагуляция здесь не остановит. Поэтому некоторые лор-врачи действительно не берутся за эту историю в рамках подстраховки. Назовем это так. Допустим, мы не видим источник кровотечения. Мы не можем понять, но нам же нужно что-то делать. Мы же не будем смотреть на пациента, который кровит прямо перед нами. Естественно, у нас существуют различные виды передней темпонады. На данном слайде я продемонстрирую старый метод, но он до сих пор существует. Я думаю, все встречались. Это пыльцевой тампон. Это, грубо говоря, перчатка, палец перчатки и вставлен непосредственно поролон туда. Они тоже есть разного размера. мизинчик указательный, в зависимости от полости носа, тоже от физиологии. Мы устанавливаем тампон. Иногда может потребоваться два тампона, но это нестабильная тампонада. В большинстве случаев, кстати, на ней действительно все останавливается, но есть более щадящие методы. Это, например, губки мирацель. Они анатомически сложены. Не везде они есть. Например, в некоторых губках у нас с вами можете обратить внимание, есть трубочка для того, чтобы пациента немного успокоить, сказать, что вы будете дышать. Но на самом деле, так как тампон устанавливается до носоглотки, при любом тампоне пациент дышать не сможет, если действительно кровотечение у нас находится не в обозримом месте. Соответственно, если мы с вами как мы устанавливаем мирацель? У мирацелия есть два варианта. Это как гемостатическая губка мы либо нагнетаем туда физраствор, либо можем использовать трениксамовую кислоту. Такие случаи тоже есть. Насколько действительно он работает, исследований нет, никто подтвердить абсолютно точно доказано не может, но в рамках местного эстетики, да, в принципе, я с вами согласна. Есть еще другой метод, когда мы действительно, ну, если у нас нету мирацелия, нету данных пальцевых тампонов, у нас есть всегда в лоре это полтора метра Марли специальная, которую мы непосредственно устанавливаем в полость носа. Возможно, это выглядит жестоко, но право выбора пациента не остается, если честно, учитывая массивность кровотечения. Но мы всегда стремимся обойтись минимальным методом. Если можно остановить гемостатическую губку, мы обязательно сделаем все, чтобы остановить гемостатическую губку. Итак, про данный метод я уже проговорила, по сравнению с контрольными группами у пациентов, получающих тренингсамовую кислоту, не всегда приводит к прекращению кровотечения, то есть достоверных данных в лор направлении нету. Ну, и самое жестокое, наверное, все врачи, я думаю, знают эту страшную манипуляцию, это задняя тампонада. Когда же мы к ней приходим? Когда мы бессильны. Когда мы бессильны, чаще всего мы бессильны при онкологических заболеваниях, при сопутствующих реанимационных, при активной как раз-таки терапии, чаще всего прямыми антикоагулянтами, либо пациент находится на гемодиализе с дополнительными хроническими заболеваниями, когда невозможно исключить ни один препарат, тогда нам приходится, естественно, устанавливать заднюю тампонаду. Что же такое задняя тампонада? Есть различные методы, есть раздувные баллоны, но в данном методе нам всегда с вами понадобится непосредственно катетер и, естественно, ассистент. Одному осуществить данную манипуляцию немного сложно. В чем суть? Мы устанавливаем в данном случае на первой картинке видите катетер, щипцами нам помогает с вами ассистент, к ассистенту данным катетерем привязывают у нас тампон задний, который мы с вами устанавливаем варварским методом двумя пальцами и устанавливаем в горло. Соответственно, основной момент, который должны предостеречь врача, это, естественно, укус пациента. Но в данном случае пациент в шоке. Чаще всего он, в принципе, не понимает, что происходит, а объяснить, что будет и что его ждет не всегда предоставляется возможным, потому что, скорее всего, время, которое мы уже останавливали, потрачено и вариантов не происходит. Что же нам делать? Мы установили данный тампон и здесь как раз-таки мы дальше делаем ту самую переднюю морлевую тампонаду и устанавливаем. Волнующий вопрос. Как долго у нас будет стоять та или иная тампонада? Если это передняя, в среднем это 24-48 часов и мы должны обязательно прикрыться антибактериальными препаратами. И тут спорный вопрос. Кто-то говорит, зачем системные назначают. Но лор-врачи прикрываются не только по причине того, что сможет быть бактериемия определенная, а по причине того, что мы заставим до носоглотки, закрываем устье слуховой трубы и, естественно, предрасполагающим фактором, особенно у тяжелых соматических пациентов, это средний атит. Естественно, он будет через 24 часа уже гнойным средним атитом и оттуда у нас дальнейшие уже риски, которые надо проговаривать отдельно. Задняя тампонада в среднем стоит до 72 часов, пропитанная трениксамовая кислота, либо иногда, но это не приветствуется, пропитанная антибиотиками, потому что, как факт, смысла в ней нет, консистентность в данном случае. В некоторых стационарах назначаются опиоидные анальгетики в данном случае, потому что пациент закрыт носовая полость, установлена в задней стенке глотки, тампонада, и спереди проводничок клеится к щеке и к носу. Соответственно, пациенты все время рефлексогены раздражают. Он не пить, не есть, не может, у него начинаются панические атаки с точки зрения того, что он не дышит, не может попить. Если он начинает пить, он не дышит, значит, я умру. Соответственно, в данном случае все пациенты в этом состоянии тревожны, если они находятся в сознании. Что делать, если у нас и здесь не получилось? Выход есть всегда. Соответственно, здесь у нас есть в рамках переливания и в зависимости от анализа крови или свежезамороженной плазмы или трецитарной массы. Да, следующий этап у нас селективная эндоваскулярная эмболизация. Здесь, извините, припутан на слайде. И в крайних случаях все старшие коллеги прибегали всегда к перевязке наружной артерии. Но мой спич к тому, чтобы ее избегать. Итак, 90% случаев кровотечения из переднего отдела у большинства купируются местным воедействием, как мы с вами поняли. Если у нас с вами есть терапия антитарабоцитарная, так же, как у стоматологов, до повышения более 4 МНО, мы ничего не отменяем и не прибегаем к дополнительным консультациям. Если у нас есть превышение, и мы с вами это понимаем, то, естественно, мы за междисциплинарный подход, и нам требуются обязательно кардиологи, гематологи, сосудистые хирурги. Мы позовем всех. Также не требует агрессивного лечения, не приводит к реверсионной стратегии отмены антикоагулянтов. Если кровотечение не купируется местным воздействием, то, как я уже сказала, подчеркну еще раз, принимается решение о временном прекращении приема антикоагулянтов. Должны сбалансировать кровотечение и тромботические риски для каждого пациента в каждом конкретном случае. И коротко про оперативные вмешательства я укладываюсь про то, что уже проговорили. Частично я проговорю. Мы оцениваем риск венозных и тромбоэмболических осложнений. Средняя распространенность в отоларингологии данных осложнений не достигает 1%. В России ежегодно регистрируется 35-40 случаев ТЭЛа на 100 тысяч человек. 30 умирают в остром периоде без лечения, то есть в принципе не успевают что-либо сделать. И 8 смертных наступает вне зависимости от проведенной терапии. Оценить риск кровотечения планируемого объема операции. У нас есть определенные схемы. Соответственно, многие отоларингологические вмешательства это низкий процент кровотечения. То есть тимпанопластика, тонкоигольно-аспирационная биопсия, инъекции голосовой складки, а также высокие, но тут зависит, конечно, от объема данных операций. То есть эндоскопическая хирургия около носовых пазов тоже может быть разная. Это может быть просто вмешательство на одной пазухе верхнечелюстной, допустим, для открытия остеомиотального комплекса. А в другом случае это у нас достаточно объемный размер в полный ФС. Соответственно, здесь у нас естественно кровотечения больше и за счет того, что у нас с вами оголяются многие сосуды и механическое повреждение это не редкость. Ринопластика, септопластика, редукция нижних носовых раковин, естественно, тонзилоктомия и аденотомия. Соответственно, нам нужно взвешивать все плюсы и минусы консультации смежных специалистов. Нам остро необходимо, мы самостоятельно, как у ларингологи, не принимаем решение отмену или подтверждение или увеличение дозировок, поэтому всегда обращаемся к коллегам. Ну и американский алгоритм прекращения приема антигагулянтов для плановой операции, я думаю, что про это мы уже проговорили, я не буду останавливаться. Спасибо за внимание, я старалась. Спасибо большое, Виктория Викторовна, действительно, очень здорово, у меня на самом деле два коротких вопроса, и мы закончим семинар. Вопрос первый, ну здорово, у вас в клинике есть лор-служба, можно позвонить, позвать, вы тут же там прибежали, что-то сделали, вот у нас в клинике, например, такого нет, у нас есть просто врач-консультант, который то есть, то нет, ну в общем, не так, чтобы это было все время доступно. Вот у пациента начинается носовое кровотчение, к сожалению, не редкость, они у нас получают антитромбоцитарную терапию в разных сочетаниях, мы, разумеется, останавливаем сами, да, там сидит, прижали, это понятно, но чаще всего мы делаем какой-то, ну некий аналог передней тампонады сами, делаем сами какой-то тампон и его засовываем. Чем нам лучше этот тампон смачивать? Мы поняли уже, что не перекись, что всю жизнь все делали неправильно, да, вот чем все-таки нам смочить его, вот быстро. Идеально, просто и легко, если действительно у пациента нет противопоказаний, например, чаще всего встречаемое противопоказание при использовании сосудосуживающих это глаукома, которая является основным противопоказанием. Если у нас этого противопоказания нету, если это не беременный человек и не дальнейшее противопоказание, можно использовать просто сосудосуживающие капли, они в специальных растворчиках продаются, прям капельки, но это в идеале. Я понимаю, что это карманная помощь, да, ну либо адреналин, если можно, физраствор и капли адреналина будет достаточно. Чтобы остановить. Понятно, спасибо большое. И второй вопрос. У пациента сейчас нет кровотечений, но он нам рассказывает про то, что у него регулярно случаются носовые кровотечения. Более того, это может даже приводить к какому-то небольшому снижению гемоглобина, анемии, в общем, на фоне носовых кровотечений не такая редкая история. Мы его отправляем, как положено, к лор-врачу. Он осмотрел, сказал, что нет там никакой опухоли, кровотечащего сосуда он сейчас не видит, прижигать ему нечего, что есть какая-то слизистая. Вот чем можно смазать пациенту профилактически? Понятно, что проблему с увлажнением глобального воздуха вот здесь мы не решим, и нам нужно что-то сделать, чтобы мы могли пациенту поставить дезагрегант, чтобы как-то спасибо за вопрос. Конечно, есть методы, которые можно приближать самостоятельно, прибегнуть, грубо говоря, без посещения от ларинголога. Самое простое, элементарное для того, чтобы не навредить пациенту, даже если он будет длительно использовать, это Аквамарис Плюс. Это морская вода с дексапантенолом. Соответственно, она снимает сухость и восстанавливает регенерацию, в данном случае регенерацию слизистой оболочки. Что еще может быть? Если, например, пациент жалуется, говорит, у меня там много корок, я не могу, первый этап, что они делают, они пальцами удаляют все это самостоятельно, естественно, это все кровит. Посоветовать туалет полости носа. Есть различные промывные системы, в данном случае, для того, чтобы отдалить пока что процесс обращения к ларингологу. Можно назначить непосредственно Аквамарис Лейку. Если вдруг и это нам не помогает, и пациент, у меня сухость невозможная, то раньше часто использовали, наверняка, знаете, Айэкол, витамин Е и А. Но нам передают себе большой привет, особенно терапевту с дальнейшими проблемами печени, потому что пациенты злоупотребляют. Они не останавливаются на 5-7 днях, они начинают системно это делать. Это уже помогло, это классно, не надо никому ходить, иначе я буду делать дальше. Есть самый простой метод, это персиковое масло, безвредное. Ну, если у нас есть дополнительная флора, это лево-миколь, волшебная мазь. Но, опять же, тоже не злоупотреблять масляными растворами, потому что, как только он перестанет быть вашим пациентам с нарушением акцеллярного клиренса, с 30-дивирующими синуситами, он станет нашим пациентом. Продолжение следует...